Боже, милостью будем не грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Весчиславя согрешил Господи, прости меня грешного, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради причисти Твоей Матери, силы щасного животворящего Креста, святых ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй и спаси нас. Яко благо есть и человека любит, аминь. Боже, милостью будем не грешным. Создав имя Господи, помилуй меня. Весчиславя согрешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Небольшое вступление к молитве, как всегда, сделаем перед молитвою. Я начал вчера еще эту тему. Это у нас книга «К истинному православию». Там это есть, я оттуда беру. Это наш материал. «О том, чтобы не плакать об умерших». Это тоже молитва. «Если бы священники боялись Бога и заботились о спасении доверившихся им слепцов духовных, они бы знали, что недостойное, без должного приготовления, причащение несет человеку болезнь и смерть телесную и духовную. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. «А оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Об этом говорит и апостол Петр. «Судимы с миром». Кажется, даже учить-то тут нечему. Всегда причащались четыре раза. Как вот князь Владимир крестил, так это и сохранилось у тех, кто придерживается старого обряда. Еще раз говорю, что это проверить легко. Около храма Христа Спасителя на этой стороне канала. Ну, от него метров 250. Там есть храм на Берсеневке Никола. Никола Чудотворца. И там и игумен Кирилл Сахаров. Это не единоверство, а московский патриархат. Там и патриарх сербский Павел VI приезжал, и Алексей II, и Кирилл патриарх. Вот там богослужение идет так, как князь Владимир принял, без Никоновой реформы. И одеяние, и все, и причащение четыре раза в году. Сегодня хоть каждый день. Поэтому вымирает, как мухи люди. И понять еще не могут. Вот приходит мать, вопрос задает батюшке, кого он за себя оставляет. Сын запился. А пускай придет причаститься. Ему в храм заходить нельзя. Пускай придет причаститься. То есть к причастию отношения даже, ну, страшно сказать. Ну, к самой простой вещи. Просто открыть дверь, зайти, рот раздвинуть, и все. Человек не верит, ничего не знает. Главное причаститься. И этим играют попы. А вот не так что-то будешь делать, я от причастия отлучу. Они не знают в житиях святых, что он погибает, когда недостойно причащается. Кто допускает без эпидемии, и кто причащается. Вот сейчас идет Великий пост. Ну, что такое пост и прочее, там, мы говорим об этом. Надо смотреть, как ты его соблюдаешь. А если не соблюдаешь, ты не постишься. А не постишься, не имеешь права называться православным. А не имеешь права называться православным, значит, ты... Какое тебе причастие-то? Ты просто с улицы захожанин какой-то. Эти вопросы-то легко решаются. Ты не знаешь священное писание. Иоанн Златоуз говорит, не считаешь и не исследуешь. Ну, запомни это. Евангелие от Иоанна 5.39. Господь говорит, исследуйте писание. Когда он это говорил, Нового Завета еще не было. Даже ни одной книги. Это еще до распятия Христа. О каких писаниях он говорит? Другого не было, только Ветхий Завет. А в Новом Завете? И в Новом Завете об этом же говорится. Первое послание к Тимофею 4.16. Вникай в себя и в учения. И занимайся с ним постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. То есть, ты должен все рассматривать во свете Библии. Что она тебе показывает? 5.20 Исаия, пророк, говорит, если они не говорят ни к послову Божию, то нет там света. То есть, там тьма. Адская тьма. И гибнет священник. Это погибший стоит священник. И видение показывает, он связан и под скамейкой лежит. Ангел Господень в это время что-то совершает. Но это видение всего лишь. Но это конкретно Писание. Недостойно причащается. Поэтому не батюшка тебя должен допускать. У нас так принято. Но исследует себя сам. Да испытывает же себя человек. Испытывает себя, слово себя, притягательное мыстоимение. В житии Макария Александрийского, это за 19 января, страница 643, говорится, кавычки открыты. Сей же преподобный Макарий, это не египетский, а александрийский. Рассказывал. Дивное и ужасное. А именно, что в то время, когда братья приступали к божественным тайнам, то есть причащались, некоторым из братьев Ефиопы влагали горящие угли, а преподаваемое иерейской рукою тело Христова возвращалось обратно в алтарь. Преподаваемое тело. То есть тогда не так, что ложечкой подавали, а отдельно преломляли хлеб, брал кусочек, как хлеба, тело Христово. И отдельно чаша вина пил и отдавал другому. Вот это видение. А люди поздравляют с причастием, прищешаются. А на самом деле бегают духи, злобы, демоны по храму и влагают людям уголь в рот. Но видит это только один человек. И даже Дмитрий Ростовский это все описывает. Ну, уже читаем мы где. За январь, значит, за январь месяц восьми житие. 19 января, страница 643. А тех же, кто были достойны святого причащения, бесы отбегали далеко. В этом человеке жизнь духовная. Кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь в себе жизни и пить крови его. Между тем, около алтаря с Иереем стоял ангел Господень. И вместе с Иерейской простирал свою руку для разнояния божественных тайн. Открыто человеку было. Это написали. В первоапостольской церкви был в церкви не Вавилон смешения верующих и неверующих. Но из посторонних же никто не смел приступать к ним. Деяние 5.13. Один стих, одно предложение. И вот сегодня его не выполнить ни в одном храме. Повторяю, ни в одном. Даже тысячи доли процента не делая. Даже зная, где хорошо служат батюшки, все равно дверь открыта. Никто не наблюдает, кто зашел, зачем, чего торгуют, ходят. Кавычки открыты. Из посторонних, то есть которых не знаешь. Никто не смел приступать к ним. Деяние апостола 5.13. Пока это не выполнено, все остальное может ничего и не значит. Сначала наведи порядок, златоуст говорит, а потом только начинай богослужение. В церкви, когда перед причастием возле сидела и диакон. И лица оглашенные из идити. То есть те, кто оглашенные за грех, отлученные, а их никто не отлучает. Те, которые готовятся к окрещению, их никто не подготавливает. Вот судя по этому только, уже мы должны думать, то ли я в церковь пришел или на базар. Это святые сравнивают. Настоящий врач-пастырь, заботящийся не об угождении приходящим, а об их спасении, как Ян Златоуст, предпочитает лучше тело свое отдать на съедение псам, чем тело Христово недостойно прищищающемуся. Это слова Яна Златоуста. Вот тело отдать свое, чтобы собаки тебя рвали, съедали. Лучше это сделать, чем дать недостойно прищищаются. Но я со священниками говорю, говорю, ну а как вы допускаете? Человек с улицы пришел, она не знает, что это. А диакон подает здесь, она, ой, а мне что-то в рот попалось. Она думает, что ей только вино одно будет. И она выходит и плюет на улице, выплевывает. Я все это собирал и нес к священникам. Он должен все это сжигать теперь. То есть хуже некуда. В описании жития святого Пафнутия Боровского, русский, 1 мая, все числа здесь по старому стилю, страница 56, говорится, кавычки открыты. Духовные дети преподобного почитали его и боялись. Вот трижды. И лица оглашенные, извините перед причастием. Перед началом канона, когда считают, часть есть проскомедия, первая часть, вторая часть литургия. Литургия оглашенных, литургия верных. А после этого еще двери, двери, премудростью вон. Двери, двери. Это означает, дважды говорится, диакон или кто поставленный смотреть за порядком церкви. Должны пройти по рядам, зная своих, своих всех знали. Там несколько человек, человек шесть. Ходили и проверяли. Не чужой ли зашел? Им, а в отдельное место, в притвор выйти. Ничего этого нет сегодня. А почему? А зачем? Наемник, ему это не нужно. Он получает деньги, бизнес с церковной, свечки. Торговлю вообще не должно запускать, даже во дворе нельзя торговать. Духовные дети преподобного почитали и боялись. Князь Георгий, на земле которого монастырь был, он так называется, монастырь Пафнутия Боровского, рассказывал, что когда он шел на исповедь к преподобному, у него колени подгибались от страха. Вот вообразите себе, что князь идет на исповедь. Да что это за... Да тут наоборот, народ израненный сегодня. Да надо любого, то есть любого принимают, а священники придумали слово экономия. Экономия, когда слышите, это означает безумие. То есть по безумию все делается. Или вот часто говорят, какой конфессии, какой динаминации, нет этих слов в Библии. Это все сатана придумал. Это слова из преисподней. Они скрыли слово ересь. Ну, не важно для Бога, какой мы конфессии. Для Бога не важно, какой ты еретик. Еретики-то в ад идут. Что ж ты перепутал-то все? Точно так и здесь. И экономия, не экономия, и это послабление. А какое послабление? Где? Кто его назначал послабление? Безбожник стоит в рясе, одетый, он и делает это. В ад гонит людей. В ад толкает. Пафнути был милостив и снисходителен, но подчас бывал суров и гневен. Это кавычки закрыты. Я беру все из жития святых Дмитрия Ростовского. Так учит спасаться нас святой Евангелие и святые отцы, когда мы истинно молимся всей душой, в любя нашего сладчайшего Иисуса. Безбожника не должно вписывать в диптихи, в поминальники. Сегодня всех записывают. Ну а как у вас? У нас не записывают. За здравие пишут только тех, кого знают. Специально сестра старшая. И подходят и говорят. А если не верующие? А не верующие третья. Отдельно за здравие, отдельно за упокой тех, которых батюшка знает и которых люди знают свои. Моя мама там в другом месте умерла, была верующая. Тогда ее запишут, поминать будут. И третья для всех. Для обращения. Туда записывают людей, которые не обратились к Богу. Вот так должно быть. Ну такое простое дело. Могут сделать? Не могут. А почему? А деньги? В запоминание деньги берут. Десять человек запишут сколько? Пять там рублей. Поминать неделю или день или месяц. Все расценки. Вот вы даже не знаете, когда ходят. Их отпевают. А мы отпевали. Отпевают непросто. Там целый каталог. Хор поет или не поет. Это разница. Эта цена повышается. Хористам надо деньги дать. Теперь гроб где будет стоять? Это все распределено. Теперь священник будет выходить, встречать покойника или не будет. Цена сразу возрастает. Вот по полной программе хоронят. Все это выполняют, чтобы было, как говорят, надо. Это у цыган, когда хоронят. Барона хоронят, когда. Да не один священник. Да еще хор, чтобы рядом стоял. А хоронят кого? Человека, который дня не был в храме. Который наркотиками отравлял людей. На его совести, может, ни один покойник висит. Ну, никто не работает, цыган-то. Ну, поэтому... Почему их Гитлер в печь-то толкал всех? Безбожника не должно вписывать в диптихи. Безбожником является не только неверующий, но и отступник, бывший крещеным. Согласно анапию патриарха Тихона, находятся подклятвые все, сотрудничающие с советской властью, с врагами дела Божия, все сексоты, стукачи. Священник же должен каждое имя в поминальнике знать, как живого человека достоверно, кто он. Ибо даже за живого человека, не кающегося в своих грехах, запрещено молиться. Откуда это известно? Иеремия, пророк, 7 глава, 16 стих. Почему книга Иисуса Новина говорит, 1,8. Вникай в Слово Божие, да не отходит книга сия от уст твоих, дабы в точности исполнить написанное в ней. В точности. Считаем. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайствуй передо мною. Ибо я, Бог, Бог говорит, с большой бухой я, не услышу тебя. Иеремия, 7,16. Для кого это написано? Ну, это сказал пророку. А пророк-то это все написал, это все перевели на русский язык, и в Библии мы берем. Во свете Библии. Да как кто сегодня будет это знать? Знать должен. Молиться это не просто. Написано, не искушай Господа Бога твоего. На молитву человек пришел, но нагрешил еще больше. Дальше. 11 глава, 14 стих. Иеремия. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения. Ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Они будут взывать. А в первом случае говорит, ты не ходатайствуй, не молись, не записывай в поминальнике. Далее. Но Моисей, это мы считаем книгой «Исход», 32 глава, 11 стих. Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, да не воспламенится Господи гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силой великой и рукою крепкою. А Господь, даже Он сказал, если их изгладишь, то меня изгладь из книги жизни, 32 стих. А Господь говорит, изгладь, кого нужно изгладить, мне не надо указывать. Смысл такой. То есть, приговоренный человек, за него нельзя молиться. И дальше. Есть грех к смерти. Не о том, говорю, чтобы он молился. Первое послание Иоанна, 5, 16. То есть, о том и молиться нельзя. И никакие ходатайи не помогут. Пусть священники не обольщают народ, что Бог милостив и примет их молитву. Как говорит святой Иоанн Златоус, о милости Божьей мы не знаем ничего, кроме того, что написано в Библии. И сказал мне Господь, хотя бы перед лицом моего предстали Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу сему. Отгони их от лица моего, пусть они отойдут. Иеремия 5, 1. Какие страшные слова. И они нигде не выполняются. Я ни в одном храме не видел этого. Священники этого вообще не хотят слышать. А это кому-то написано. То есть, это обольстители, враги Божии. Это стоят убийцы. Потому многие больные немало умирают. Если человек согрешит против человека, то помолятся о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Первая книга, Сарс, 2 глава, 25 стих. Согрешает против Бога не только явные хулители, но и отвергающие, нарушающие Святое Слово Божие, Святую Библию. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, то есть Библию не считает, нет. Того и молитва, мерзость. Притча Соломона, 28, 9. Вот пришли мерзавцы, и мерзавцы принесли мерзость в храм. Вот наши и молитвы. Есть православная сейчас фильмы ставит, притчи, как ему открыто было. Во всем храме полно людей, и молится только одна девчонка, маленькая. Молится папа, чтобы не запился. Допуская до причастия всех без рассуждения, священники губят причащающихся, нарушая принцип отделенности церкви от мира, и делают свою и молитву народа мерзостью. Молитва бывает в грех. Кавычки открыты. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Псалом, 187 стих. Когда человек приступает к Богу, а сам кому-либо не простил от всего сердца согрешения против него. Прежде нежели начнешь молиться, приготовь себя, и не будь как человек, искушающий Господа. Книга Сераха, 28, 4, 39, 6, 18, 23, 21. Сейчас будем молиться. Сегодня у нас суббота. Поэтому земных поклонов только три поклона. Вы, если его видите, то смотрите где. Тут пояснять некогда, начнем молиться. Остальные земные поклоны только завтра вечером опять начинать. За молитву святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, всяческих ради. Слава Тебе, Боже, очисти меня грешного. Я не коли же благое сотворив пред Тобою. Но избавь меня от лукавой. Да будет мне воля Твоя. Да неосужденный отверз за уста мои недостойный. Восхвалю имя Твое, Святое Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Царю Небесный, Утешителю, Души истинной, Иже везде сы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, Приди и вселись овны, и очистены от всяких скверно, И спаси блаже души наша. Святые Божие, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, Святые крепкие, Святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущен и дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. И во Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажа, и ангельскую песню пьемте сильны. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрая сна, воздвигнуйся, Господи, умы, просвети и сердце, и уснемы и отверзи. Во ежепете Те, святая Троица, Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. И ныне и пристно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и кое горжа деяния обнажаться, но страхом зовем полуночи. Свят, 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 если Божия, Богородица и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многерая Твоя благость и долго терпение, не прогнелся на меня лениво и грешно, не погубил меня со беззаконием моими, но человек колюбствовал Иси обычно, и в нечаянии лежащего воздвигал меня Иси. Твоя же утреньки, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поущайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание сердечным, и воспевайте всесвятое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, Придите поклонимся Христу Цареве и Богу нашему, Придите поклонимся и преподем к самому Господу Иисусу Христу Цареве и Богу нашему. Читаем Псалтырь только на русском языке, чтобы понятно было. Тридцать четвертый Псалом Ступись, Господи, в тяжбу, стяжущимися со мною, побори борющихся со мною, возьми щиты латы и восстань на помощь мне, обнажи меч и преграти путь преследующим меня, скажи души моей, я спасение Твое. Брат мой, брат мой, я ходил с корной, с поникшей головой, как бы оплакивающей мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались, собирались ругатели против меня, не зная, за что поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками, скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодействий их, от львов одинокую мою. Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя. Чтобы не торжествовали надо мною, враждующие против меня неправедно, и не перемигивались глазами, ненавидящими меня безвинно. Ибо не о мире говорят они, но против мирной земли составляют лукавые замыслы. Расширяют на меня уста свои и говорят, хорошо, хорошо, видел глаз наш. Ты видел, Господи, не умолчи, Господи, не удаляйся от меня. Подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой. Суди меня по правде Твоей, Господи, Боже мой, и да не торжествуют они надо мною. Да не говорят, сердце свое, хорошо по душе нашей. Да не говорят, мы поглотили его. Да постыдятся и посрамятся все, радующиеся моему несчастью. Да облекутся в стыд и позор, величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно. Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. И язык мой будет проповедовать правду Твою и хвалу Твою всякий день. Не честь тебе беззаконного, говорит сердце мое, нет страха Божьего пред глазами его. Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его, неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков. Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценная милость Твоя Божия. Сыны человеческие, в тени крыл Твоих покойны. Насыщается оттука дома Твоего, и из потока сладости Твоей Ты напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твою мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя, и правду Твою к правым сердцам. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука гречника да не сгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринутые и не могут встать. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос, по Своей ногу любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то Ты не будешь благодатью и даром, но более делом. Я и многих щедротов и неизлеченной милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти во веки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Вера же вместо дела доменится мне, Боже мой, потому что совершенно не на те дел, оправдывающих меня. Но эта вера, да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастника славы Твоей вечной. И да не похитит меня, Сатана, и не похвалится. Слово. Что оторг меня от Твоих рук и оградой? Ну или хочу, спаси меня, или не хочу. Христос мой Спаситель, поспеши скорее, скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очарив Матери моей. Спадуй меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил ты в своей тайной игре, и чтобы снова потрудиться для Тебя, без лени, усердно, как прежде потрудился с Сатане Прещающему. Особенно же, потружусь для Тебя, Господа и Богом Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, в веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь охранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня, грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе от преобладания этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. Особенно, Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не проникнуть Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем, и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгонит меня смиренного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, удаляйся скверные, лукавые и хульные помыслы из океанного сердца и помраченного ума моего. И погаси пламя моих страстей, ибо я у Бог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов. И освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебе благословляются роды, и причисти имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божьи, Игнатий Владимир Надежды, и мы усердно к Вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обраданно Мария, и Господь с Тобою, благословен ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, якородила исти Христа Спаса, и избавителя душам нашим. Непобедимая Божественная Сила, честного Желтворящего Христа Господня, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояния Твое, победа на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй отца моего духовного, родителя и сродника, благодетель, митрополита Иллариона, епископа Евтихи, Вениамина, Гафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Рея, Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алифия, Андрея, Владимира, Максима, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнея, Александра, Деодора, Идет священнический, иноческий чин, и высшие истины служители, миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам, дающие священника, если угодно тебе, смири власти и воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое от церкви твоей Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдагиана, Амана, и дамы мира Израиля, для России, Украины, Сирии, где война идет. Мужчина с Господи, ценить это мирное время и приготовить землю себе к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Аллилуйя! Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою, и для сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого рода зла и греха и в этот день. Аллилуйя! Господи, родных и близких наших и не знающих тебя, обрати, косни всех сердца. И сохрани нас здесь и теление наше от пожара, воровы, нечистой силы и живущих там Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Алексея, Иосифа, Романа, Никита. Пошли добрые жители, знающих тебя, любящих уставы твои, и сохрани школу там. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Сревостяна, Людмила, Нина, Алексея, Решит, пределы общих наших, найди новые души. Спаси и помилуй Дмитрия, Марину, Щадоих, Валентина, Алексея, Валентина, Надежда, Дмитрия, 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 Аллергия, Алексея, Александра, 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 Михаила, Нину, Анну, Юрия, Георгия, и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины. И на врагов возри, разруши их замыслы против истины, примири их с нами, и в судный день не помяни их безумие, ибо не знают, что худо творят. Благослови благодетели наших, благодетели наших воздаем добром, Елена, Евгения, Евгения, Наталья, Максима, Владимира, избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Александра, Владимира, Игоря, Аллилуйя, путешествующих, Раису и Львов, отступников, Николая, Михаила, Надейся, Надейся родство наше, Евдокия, Валентина, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Аллилуйя, упокою Господи в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, и же с верой, надеждой на воскресенье, жизнь вечную, отошедшую от жизни, Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, и прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное, сотвори, Аллилуйя, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе, наш Бог Егова, Ава Вообще, свят, 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 Господь Сававов, вся земля полна славы Его, Аллилуйя, слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволения, Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия, Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов, как наистина, Аллилуйя, Пресвятая Госпожа Богородица, Пресвятая Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими, Аллилуйя, и сохрани наши сокровища книги здесь и в пути. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем, благодарю Тебя, мой ангел, сколько лет Ты хранил, и только вечности откроется, от каких великих бед Ты избавлял, не покинев смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, и введена в веки вечно Царство Христа Бога нашего, Аллилуйя, Иоанн, Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас, научи нас, Господи, жители в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никому не завидовать и не роптать, и каждому дару и жилье Сергея Гавриила. Святитель Христов Никола, Мирликийский, чудотворец, образ крутости, воздержания добрый архипастырь, моли Бога о нас, молите Бога о нас, святые пророки Божии, пророк Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Езранием, Иамос, Наум, Исайя, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрок и пророк, Михей, Авраам, Исаак, Иаков, Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода твоего нашего отшествия не застав нас не готовыми, но чтобы выше навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными или добрых дел саделанных в духе святом с любовью Аллилуйя Молите Бога нас, святые ангелы, архангелы, Херувим и Серафим и все небесные силы к престолу Божию и предстоящие и святые апостолы и Петр и Павел и евангелисты Матфей и Марк и Лукоян Годарует Господь жажду исследовать священное писание ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную а они свидетельствуют о тебе Молите Бога нас, святые мученики и мученицы Игнатий Богоносец Поликарпс Минский Устин Философ Косма и Дамиян Андрей Стартилат и Ерон Мучени Климент Римский Климент Анкирский Анфим Никомедийский Георгий Победоносец Пантелеим 40 святых мучеников Царь Николай Святое Царское Семейство Владимир Вениамин Иосиф Борис и Глеб Дабы никто не принял начертания зверя и дары добрую веру Анфима Вениамина и устрашей родителей заложено воспитанием Молите Бога нас, святые отцы Василий Великий Григорий Богослов Ян Глатаусов Анасия Великий и Прим Серин Антоний Макарий Макарий Антоний Пеодосий Корнилий Ио Почаевский Сергий Радоневский Степан Пермский Серапим Саровский Ян Тобольский Ян Кронштадский Ян Шанхайский Кирилл Мефодий Иннокентий Николай Макарий Алтайский Филарет И все переводчики Священного Писания Молите Бога о нас Аллилуйя Молите Бога о нас Святые Жены и Девы Фёкла Первомущеница Патина Самарянина Феврония Вера Надежда Любовь Матерь София Наталья Адриан Варвара Екатерина Перепетой Татьяна Ирина Ольга Елена Нина Мария Магдалина Мария Египетская Прискила и Акила Андроник Юник И прияна Устина Да дарует Господь Послушание и молчание Словомудрие и стыдливость Женам и девам И сохранит их от всяческого поругания И справит непокоримость Галины Семейства Евгений Надежды 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 Светланы Марии Раисы Марины Юлии Елена Галина И Анна Аллилуйя И прими нашу молитву Господи Воздиание Рук Как жертву Вечернюю Благоухание Приятное Перед Престолом Благодати Твоей Божий Всемогущий Соедини Нашу молитву С молитвами Всех Молящихся Тебе На небе И на земле Услыши Боже И исполни Молитву Всех Молящихся О нас Во благо Нам И прими Нашу Молитву Господи Боже Наш О всех Заповедавших Нам Молиться О них Аллилуйя Посети Болящих Сергея Алексея Алексея Александра Фаина Александру Анну Александру Тамару Тамару Игоря Василия Александру Молодец Спаси И помилуй Аллилуйя Говори Господи Владыка Слушай И дослышит Раб Твой Аминь Доброе утро Доброе утро Что молитва Была Вы Кого Знаете Своих Кому Обращаете Тоже Приглашаете У кого Есть Возможность Не надо Смотреть На Возраст Не Надо Смотреть На Время У нас Разные Временные Пояса Ну и Что Ну Просто Непонятно Разные Причины Ищут Чтобы Только С Господом Не попасть На встречу Вы знаете Когда Первый Космонавт Прилетел Как его Встречали Во всем Мире Обыкновенный Смертный Человек Они Уже Умерли Люди Бежали Ни на Что Не Смотрели У нас Алтайский Здесь Герман Титов Второй Космонавт Был Он Сутки Пролетал Ну тут Столпотворение Было Я не Видел Снимки Сохранились Показывают А всего То Ничего Человек Коммунист Он Ничего Не Сделал Ее Просто Как Подопытное Животное Пустили Он Не Управлять Не Мог Ни Одного Рычага Нет Управлять И Он Остался Живой Ну Надо Какие-то Примеры Такие Брать Чтобы Сдвинуться Я Помню Когда Я По Евангелию Уже Обратился Хотя Что Бог Есть И Молиться Надо Молился Знал С детства Но В это Время Мне Было Уже 23 Года Учился В высшем Мореходном Училище Работал На Корабле Ну Корабль На Персе Стоит Это Порт А В город Сам Идти Там Мост Пантонный Туда Идти Надо Я Сразу Узнал А молятся Или Где Молятся Молятся Рано Рано По нашему Подъем Если у нас 7 Допустим У моряков 6 Во сколько Тут надо Раньше И я Бежал В город Сколько Ну Километры 3-4 Думаю Так Каждое Утро Выходил Пешком Транспорт Еще Не ходит И бежал Туда Чтобы Помолиться Вместе Юноша Ничего Днем Мне за штурвалом Мне работать Надо будет И каждый день Я обратно Прибегу И успеваю К подъему Прибежать Вот Бог Дает Это Настрой Никто Не заставляет Тем более Я нахожусь Где вокруг Нерусские люди В порте Теперь В другом государстве Находится Город Венс Латвийская ССР Была Да мало того Где ты Где остановился Любая джигда Порт какой Находится Там ты это можешь Делать Ну то есть Ну везде Это можно Я вот находился В тюрьме И мне никто Не говорил Которые сидели С кем так было Вот Рассказывает А то у нас От священник Лежал А вот это Вот иеромонах Лежал За что Да там Вот Как Глеба Грозовского Судя Сейчас Ну там Это такое Сексуального Порядка с малолетками Там что то Было не было Я даже не разговариваю Об этом Главное статья Статья то тоже Не на пустом месте У меня разные статьи На меня вешали И во время Когда Светствие шло Статьи эти отпадали И ничего не было Осталась только Одна статья Что разрушал Советский государственный Строй Распространял Божественные книги И архипелаг Гулаг насчитал Тоже надо На это смотреть Ну там же Определенно Там вообще Никуда не повернешься Выйти нельзя Камера Все время горит Там лампочка Ничего подобного Подъем 6 Я всегда вставал 4 Всегда Об этом молился Часов нету И По минутам Сверяли В окошко В глазок Смотрели И говорили Встает точно В это время Почему Я выматывался В день 4-5 раз На молитву По полтора часа Псалтырь Просчитывался За два дня А новый завет Каждый раз За неделю Ну и каждый день Несколько тысяч поклонов Я как будто И совсем даже Не в камере сижу А там Что только не делают люди С ума сходят А вот когда накажут Его в отдельную Где-то посадят А мне это Только дай Отдельно Чтобы никто не мешал Такая заключенная Мне говорят Вот я помню Были мы в Ташкенте Утром встали А тогда заключенные Говорят Батюшка А я какой батюшка Я мирянин А вот Ночью сегодня Сзади вас На колени Становились И молились Семь человек Преступники Уголовники Убийцы Насильники Я их не просил Ничего И они становились сами Почему вы никто Не увлекаете Никого за собой Я уже к вам обращаюсь Кто остался здесь Ну родных Близких Никого-то нету И почему-то Не видно Надо сделать Чтобы вас-то видно было Я вижу Не всех Вижу от Сергея Игнатов Там Тут Новый Появился у нас человек Хотя не новый Александр Это Правильно Не знаю Могу Фамилию неправильно Просчитать Его видно Чтобы остальных Было видно Фотографию Если где вы Находитесь В шапке В башлыках Постарайтесь Заменить Потому что Ну на молитве Мы стоим Чтобы впечатление Это было Это не трудно Сделать Постарайтесь Приготовиться И кому-то Позвоните Кому-то Скажите Это ваш труд Талант Не закопан Он будет умножаться Вот как начали Молиться Там пять человек И все Пять человек Больше никого нет Сколько Объявлений было А люди-то Вообще Ничего не знают Он пришел В храм Мыкается От прилавка К прилавку И дальше Уходит Вот мне Звонит Одна И говорит Вот Муж-то мой Я всю жизнь За него молилась Он стал ходить А сколько Обоим уже За восемьдесят лет И она И она его уговаривала А он Там Степан Ее Уже Много лет Был коммунистом Она ему все Рассказывала Как на исповедь Он все записал Чтобы ничего Не забыть То есть Поверил Что Христос Умер за него И вот К исповедь подходить А народ-то Друг на друга Наседают Какая тайна Исповедь Священник Кого-то Накрыл А вокруг-то Рядом стоят люди Никто никуда Не отходит Вот у нас В отдельной комнате Двери закрыты Но это можно все сделать У католиков Отдельная Исповедальня Такая есть Он там сидит Священник Ксенс А тут как Решеткой Такое окно Решетка Наклоненная Эти Поперечины И он не видит Никого Как решетка Подходишь Человек Тут возвышение Коленочками встал Близко никого нет Ну маленько Так гляньте Как у людей делается Не буду делать Попы этого Вышел Махнул рукой Общая исповедь Какая общая Это исповедь Когда человек К тебе пришел И этот коммунист Подходит к батюшке И показывает Батюшка Я вот был коммунистом Отец Мне некогда Давай поскорее Все накрыл его Накрыл его фартуком Это Петрахиль называется И Гольнул До свидания Иди Он отошел К жене Говорит Да как же так Я столько месяцев готовился Я хотел все сказать От юности Я же комсомольцем был Я еще было такое дело Там верующие гнали Я помогал Арестовывали А он даже меня не послушал Да как же это так И она мне звонит Со слезами Я всю жизнь спросил И что Бог Степана-то обратил Ну как же это так-то Я бабушкой Что могу сделать Сестра дорогая Это попы Развратители Убийцы Бандиты А кто это говорит Патриарх Люди уходят Ну с разных мест Из Австралии Из Австралии Из Америки Там я не знаю Страны Откуда бы ни звонили Вот я прихожу Статуса Я-то никакой Во неведом В неведомственной охране И поэтому Пенсия у меня И при Балтика Нету Это редко Это редко Когда приезжает Врач А как Травы надо знать Мед запасной был Березовый сок Ну Ребенку создать условия Почки больные В течение месяца Ничего у него не остается А я не врач Никакой Повторяю 45 лет Это их надо собрать Отправить Мы старались Достать бедным Какой-то материал Там Женам Машинку привезли Спрятали швейную Шили платье Подарки детям делали Собирали деньги Бывает Ни на что Уехать отправляли Это не просто так Всякие игры Разные По деревьям Лазить Купаются каждый день И чтобы не было Ни одного несчастного Случа не было И никто из нас Ни рубля Не получил От государства Ни рубля И в прошлом году На нас насел Роспотребнадзор Это 110 тысяч Человек в России Им подчиняются Делают Как они хотят Суд Суд Это же государственная Структура Прокуратура И ФСБ Прислушаются Все к ним И пожарники И все И я понял Ничего нельзя сделать Они против меня Подали в суд Но суд Их не поддержал А они хотели Чтобы Что от общины 50 тысяч штрафа А если она одного Только 5 тысяч Дескать Это общины Организовали А на суде Выявилось Что общины Появились у нас На 19 лет Позже лагеря Как она могла быть И судья За отсутствие Состава преступления Конечно Мы нарушили Правила Что положено Кафелем Покрыто на кухне У нас Нет Это нарушение Что вода Должна быть Проточная А мы Колодец Глубокий Качает насос Это нельзя Надо только Вот как они сказали Чтобы вода текла В озере купаться нельзя Вот 200 лет Этому озеру Жили Жить Или купать Сейчас нельзя А почему А вот они Анализы возьмут И скажут Там какие-то Палочки Коха Найдут Что-то Ну то есть 110 тысяч Надо кормить Людей-то А они Закрывают лагеря У нас были Секретенбурга В прошлом году И все данного Лагеря государственных Закрыли В области Ни одного нету Дети беспризорные Где они летом Будут болтаться Ну неужели Вы не видите Эту обстановку То начинаете Чего-то делать Прямо умираете Я начальник детского лагеря Я перед вами сижу Никто меня не назначал А потом Епископ утвердит Будет устав у нас Приедут люди Все это Оформлено будет Потом мы кельи Построим Ну кельи Там столбы Рядом Клен кривой Там Выбирали По прямее Дальше Заплели И с двух сторон Глиной с соломой Находили Где-то там Доски Дальше уже Приезжают люди Кинооператоры Там фильмы будут снимать И не просто Фильмы Мы никого не звали А разве можно Я хороший Приди меня снимай Они ко мне Просятся Режиссер А я им не даю Согласия И сняли В четырех фильмах Фильм Пречувствие Занял Первое место Главный приз В Югославии Золотой Витязь Первое место На международном конкурсе Документальных фильмов О православии На нашем сайте Зарядите Посмотрите Пречувствие Пречувствие Режиссер Кузнецов Владимир Сергеевич Первое место На международном Киноконкурсе А в жюри Там были Три епископа Православных Там очень От Амхата Там были люди Профессора Первое место Вы понимаете Что это такое Притом Не рубля И этот же Режиссер Приезжает еще раз И снова В фильм ставит И называет Златоуст Из Потеряевки Потеряевка Наша деревня Златоуст Мое прозвище Ну кто и какой Златоуст Смешно даже И фильм Занимает опять Первое место В Советском Союзе Это все еще Еще даже Советская власть Не пала Это ни разу В удивление Не вызывает Вот у нас был Губернатор Здесь Евдокимов Михаил Сергеевич Ну там Артист был Сатирик И вот Он нечаянно погиб Но его память Увековещать Хоронить Путин Приезжал президент Это его друг Приезжал сюда Чтобы похоронить Значит это Непростой был человек И что о нем Собирается Фильму поставить И там администрации Деньги Собирали Собирали Фильм поставили И что Ничего нет Какое место Да никакого Никому это не интересно А какая популярность Повторяю Никакого А которые фильмы Я называю Они раскатились По всем континентам Куда бы ни поехали Брат поехал в Австралию Там эти фильмы Я поехал в Америку И там эти фильмы Почему Они очень интересные А чем же они интересны Свободой И открытостью Мы все фотографируем Ничего не скрываем И вот Ники Аватары Выбросите из головы Это Поставьте свои фотографии Напишите Свою А свои анкеты Не скрывайтесь Это во первых Противозаконно Перед Богом Скрытно приходит Злодей Только Ночью там А ты Человек Чело Век направлено Ум Разум Чело На вечность И поэтому Делать так Вот конкретно Я говорю Ну и преступников Много Все преступники Я говорю А что ты сделал Чтобы их было меньше А что я сделаю Ну у нас тюрьма СИЗО 17 дробь Один Канатная С 3700 преступников Я иду туда Устраиваюсь И они больше Никого не пускают И работаю 17 лет Ну без денег Ни за детский лагерь Нигде я ни рубля Не получил За 45 лет Никто Это надо помнить Вот И я работаю Тащу туда Чего только нет Один раз Только где-то 56 динамиков Туда занес В камерах Чтобы установили Выступаю по рации Работаю С персоналом Которые офицеры Каждый месяц Провожу Одно занятие Это ничего не значит Разве А там же были Коммунисты И они себя По-другому Эти люди ведут Охранники Это офицеры Обслуга Которая Есть Ну что-то Надо делать Ни день Ни два Иду по камерам Добился Чтобы к смертникам Тогда еще Смертные приговоры Приводили в исполнение Хорошее отношение С прокурором края Генерал-лейтенант Пороскун С администрацией С губернатором Главой Вот тогда был у нас Вот сейчас посол В Белоруссии Наш Суриков Александр Александрович Посол от Российской Федерации Это все работа Вот Ничего не делает Как ничего не делает Ну вы начинайте работать С кем я сейчас разговариваю Приведите Хотя человека Два-три на молитву Не можешь Позвони кому-то Скажи Скажи Ты можешь узнать Как правильно кланяться Как молиться Мы же православные Ну почему же мы такие Беспечные-то Начнешь говорить А вы о себе говорили Ну ты говори о себе Что ты сделал Чтобы меньше преступников было Все рот разлинул И глаза в разбежку Да у нас народ Видите Ничего не знает Попы не учат Знаю А что ты сделал Чтобы учить Я одновременно преподавал В пяти университетах Восемнадцать школ Во всех техникумах Во всех отделах милиции Это пять отделов Городское отделение Шестое И краевое отделение Постоянно за мной Прижали машины Все воинские части Все заводы Фабрики Столовые В тюрьме В лагерях Это все мне было подчинено А у меня образования Никакого нет Просто внутри меня огонь Этот И сколько людей За это время Из сектантов Пришли православными Стали батюшками А на меня В это время Сатана давит И давит Через попов Дворкина Это награда Награда Они Если бы знали Что-то за мной Зачем бы они придумывали Неправду Что я Сотрудник ЦРУ Сотрудник КГБ Ну я говорю Племяне Гитлера Что же не добавляете И что войну Вначале проиграли Это из-за меня Что я там Плохую ограду Поставил на границе Меры нет Почему это награда Ну а вот Ладно Так а милиция свирепствует Смотри что милиция Это делает Я говорю А что ты сделал Ничего Я выступаю В журнале милиция Я иду К милиции За мной теперь приезжают И не кто-то приезжает А полковник Замполит Краевой Сотников На дом У нас Сегодня Тема такая Экстремизм Или там вот Начинает там Терроризм А меня в любое время В городе захватили Где я веду занятия В школах Техникам Я туда Прям туда везут У нас всех прокуроров Края Помощников Собрали А это Человек 300 Какая аудитория Фильмы о нас Которые привезли Сами режиссеры И тоже надо выступать Воинские части Снимают кинотеатр И меня тащат Воины Не могут протащить Занято все Военными Как Кафедру Бог дает тебе И ты не проповедуешь Мне никто Я не давал Бог Тебя избирает Рожденный Свыше Он должен Это все Видеть Да вот Знаете У нас тут Все это Не достает Продуктов Да Понимаю 21 тысяча Деревян Разрушены Почему Вы не берете Участок Добейтесь Статуса Начинайте Строиться Напишите Устав Мы это делали На ровном месте Нас Жучили Со всех сторон Мой лагерь Сжигали Сжигали Дотла 18 раз Но один раз Вообразите только Что вы были Построили там Шалаши Баня Качели Разные И у тебя Уничтожили Мы приезжали Когда с детьми И там только угольки И мы становились На колени И плакали Господи Не наказывай Этих избергов Зачем они живут Они Бога не знают Милицию Там мы говорили Конечно Их искали Никого не нашли А вот какие-то В Чечне погибают Так может Это самые наши Соседнего села Взяли в армию Там в Чечню И он погиб Бог найдет тебя Вот я перечисляю Что преступники Работают в тюрьме Дети Беспризорники Детский лагерь Милиция не так Ведут занятия Ну то есть Земля пустует Берем землю Начинаем обрабатывать Вот я сказал Что сказал Сказал правду Но сказать нельзя Нет Други сейчас Ой вы о себе Говорите Ну покажи ты Где деревню Ты ж жалуешься Священник говорит Да у нас все Запилились в деревне Возьми новый участок Найди Те которые Поддерживают тебя Пусть они приезжают Заселяют Новое православное селение У нас все до одного Православное Смотрят за детьми Лучшего места Для воспитания детей Чем у нас Потеревки Не найти в стране Все православные Батюшка свой Никакой торговли С тарелкой не ходят У нас вообще ничего нет Десятина святая Установлена Все на этом конец Любое дело Пруды Сейчас вот восстанавливаем Все с нуля Дороги Государство Ни рубля Не дало Ни рубля Вот я За два года Только Денег то нету Я потратил Миллион Примерно Двести тысяч На дороги На все Денег нету Я приезжаю И откуда Кто только не приезжает Или пошлет Великий бог Мой бог Живой бог И живым людям На живую молитву Он отвечает И вы то Зачем бы пришли Если бы Ну не доверяли И вы то Как раз из тех Которые расслышали Этот голос И они просто Верующие А верующие во Христа Верующие в бессмертие Так скажешь И я так же Так и делай дела Бессмертия Посты строжайше Нужно соблюдать Не нарушать У нас в лагере За 45 лет Ни один ребенок Пост не нарушил Ни один И от нас вышли Которые Сколько священниками стали Матушками То есть За Кандидатов Выше за таких Так я то Никто А у тебя образование Там Ты занимаешь Какую то Должность В государстве У тебя дело то Должно пойти Еще лучше Живешь в таком месте Где ты есть Вот на меня вышли Вот фильм Форпост Там Михаил Жар Священник Теперь Лондон Там где то На границе с Румынией Ну они там Монастырь И 300 с чем то Детей Беспризорных Больных Принимают Ходят И когда Они отказались Поминать Патриарха Кирилла А не от Московского Патриархата И они Вышли на меня Вышли на меня Дескать Вот Ну просим Помолиться И какой совет Дадите Я говорю Совет один Чтобы все Вышли На благовестие Монахи Чтобы не сидели Оставьте стариков Пусть за детьми Ухаживают А вы У вас есть кто знает Украинский язык Так это же Наш язык Вот Идите к украинцам Это нам нужно Добейтесь до Порошенко Эту Порошенко Тоже надо осветить А нам Нашу паутинку Осветить Идите туда А есть кто знает Румынский язык Конечно Вот идите в Румынию Граница открыта Идите Не сидите Я им написал Это Больше они Где не стали Они мне больше Не стали писать А почему Я разрушаю монастырь Да как разрушаю Это вы каждый год Возвращайтесь Уходите На месяц На два На три На год Свидетельствуйте Сколько новых людей придет Нет сидят Вот так называется Свидетели Иеговы Которые ходят по домам Самая быстро растущая септа А почему Все ходят Слава Иисусу Христу Вот видите Телефон не включается Стационар Пять секунд И мы договорились Старшая сестра Каждый раз звонит Мы успеваем друг другу сказать Слава Иисусу Христу Она отвечает Во веки славы От руку положили Мы никого не обманываем Но она узнала И другим сообщит Что мы живы здоровы Потому что Разное бывает где-то И вот сегодня утром Ну маленькое получение Я вам сказал Вы просто Ну начинайте Потому что Ну если не будем ничего делать Как Ян Затаус говорит Я ничего не сделаю один Вы услышали проповедь Несите другим Жене, детям, рабам Ну друзьям Приглашайте на это У нас занятие по скайпу идет Три раза в неделю Три раза По полтора часа Сейчас занятие По блаженному фофилакту И один час Полчаса Вопросы и ответы И вы увидите Как температура Будет другая Так я вел еще Три радиопрограммы Три радиопрограммы Онлайн Воскресенье Часовая программа У меня была Каждое воскресенье Один час Говорит прямо Они без записи Повторяю У меня нет образования Я строитель Техникум Больше ничего нету Бог делает так Я не считаю Еще и телепередачи То есть Трудно найти место Где бы ни пришлось Проповедовать Почему? Жажда Жажда, огонь, свет Я приходил Никуда не приходил С пустыми руками Советская власть Приносил целые рюкзаки Библии По цене минимальной Это примерно В 10 раз дешевле Церковной И поэтому За мной гонялись Где бы взять Где бы как И Ну я бы Заключенными как работал Если бы не отбыл бы В пяти тюрьмах В лагере смерти Отбывал Фактически Но Бог это сделал Оттуда никто Не ждал Что я выйду А я приобретал опыт Это Бог так сделал Сам туда не попадешь Сколько обратилось Людей Там Следователь принял Крещение с полным Погружением Который вел Мое дело Начальник тюрьмы Полковник Умер по-христиански Вы понимаете Это Дух Святой Делает Дух Святой Благодать Божия Моего там ничего нету У меня ни знаний Нет ничего Так вот За девять лет Вот после этого Когда Господь позволил мне Издать Тридцать восемь томов Книг По семьсот пятьдесят Без страницы книга Возможно ли это человеку Ну найдите кого-то Где За это же время Написано Стоят книга Три тысячи Четыреста и шестьдесят Семь стихотворений По девять куплетов Четырехстрочных Ну понимаете Что это такое Почему Бог Когда ему доверяешься И он Неведомое Страшное Может сотворить Я повторяю Каждый из вас Благодатью Божией Способен сделать И это и больше Почему Апостол Павел говорит Подражайте мне Как я Христу И ничего в этом не было Никакого зазнайства Я могу сказать Подсказать У меня есть опыт Как разговаривать С начальствующими Как вот детский лагерь Вести И мы В прошлом году Я как начальник Лагерь ликвидировали Его лагеря нет теперь Я не начальник Но мы сразу же Восемнадцатого Полиция там К нам приехала Уже ночью Дети бежали из лагеря Мы тренировали их Восемнадцатого июля А девятнадцатого В деревне было собрание Я сказал Лагерь ликвидируется Мы переходим В иной формат Покупаем несколько домов В деревне И жители приглашают Теперь детей По домам Туда Роспотребнадзор Пока еще не залазит И нынче Именно по такому Будем идти Нам нужно Чтобы кто-то приехал Помогли Дома уже купили Электричество На столбах подвели Теперь надо внутри Внутри там Дома-то стоят Готовые Обклеивать Там Строить Где они будут Спать В столовой С мальчиками Чтоб мужчина был День и ночь Где же Девочки будут Женщины были Волонтеры Бесплатно Нам никто не платил Повторяю Никто И у нас всегда было Молоко с собой Приво там Ходили это покупали Где люди жили Коров держали Хлеб И все это Надо было прятать Чтоб мыши не съели Чтоб не пропало Так когда мы еще Потеряевку не начинали Вот Это все Бог умудрит Сейчас мы будем Я отключу вас И кто желает Останется На события дня А потом Через час Это часовая программа Потом Два раза По полчаса Отошел Отошел Отошел